О ней знает вся Украина. Таня Чернобай из Углегорска чудом выжила после того, как в дом попал снаряд. Двое ее друзей погибли. Девочка, обожженная и посеченная осколками, уже полтора года борется за то, чтобы вернуть здоровье. В этом ей помогают волонтеры и неравнодушные люди. Сегодня она отправилась на очередную операцию в Германию. В аэропорту ее провожала съемочная группа событий. Репортаж Юлии Меншакировой. Для Тани сегодня важный день. Она летит в Мюнхен. Ведь уже завтра переселенку из Углегорска ждет 21-я важная операция. У нас должно быть сегодня профессор обстреча. Девочку на лечение сопровождает волонтер Оксана Лазебник. Она помогает ей уже год. По столи сдаем, не берем с собой. Мы их взяли, но сзади здесь. Они познакомились, когда Таня проходила лечение в столичном ожоговом центре. Туда ребенок попал после обстрела Углегорска прошлой зимой. Тогда погибло двое детей. С многочисленными ранениями и обгоревшим телом Таня находилась между жизнью и смертью. Они еще жить не жили. И уже не знают, что такое война. Первую помощь девочке оказал штаб Рината Ахметова. За полгода ее состояние улучшилось. Историю Тани Чернобай узнала вся страна. Волонтеры собрали деньги на операции и лечение за рубежом. Немецкие хирурги отказались от гонорара за свою работу. Но остальное требует больших денег. Дневное нахождение в этой клинике стоит 1200 евро. Мы заплатили благодаря всем людям Украины, которым я хочу поклониться низко в ноги, всем людям всего мира, которые за нами следят. А в первую очередь я хочу сказать огромнейшее спасибо. Спасибо. Шести депутатам БПП. После первой серии операций за рубежом Таня рассталась с инвалидным креслом. За год на лечение Тани Чернобай украинцы собрали более миллиона гривен. Всем миром, все друзья, все диаспоры, которые есть в Украине. Это и израильская, и в Америке, и в Лондоне, и в Мюнхене тоже самое. Возвращение Тани в Киеве ждет ее мама Ольга. Очень благодарны Ренату Ахметову, конечно, что он помог, изначально помог нам. Хочу выразить очень большую благодарность Ксюше Киевской, которая непосредственно занимается сейчас ею. Очень много просто простых людей, которые неравнодушны к этому. Перед жизненно важными операциями в Мюнхене Таня прошла курсы восстановления в санатории по программе штаба Ахметова «Реабилитация раненых детей». В дальнейшем девочке понадобится еще очень-очень много времени для того, чтобы полностью стать здоровой. Со своей стороны, гуманитарный штаб Рената Ахметова готов помогать девочке, если в этом будет необходимость и пожелания ее мамы. Мы очень надеемся, что Танюша и другие дети Донбасса будут здоровы, счастливы в мирном Донбассе.